Субтитры делал DimaTorzok Это Клаудио Раньери Меня уже про это спрашивали Я так немножко поверхностно высказался Мне кажется, что это прикольный такой ход В том плане, что Рома как бы признает, что этот сезон уже все Что нужно подумать, что делать дальше А пока Раньери намного менее догматичный Намного более готовый выстроить просто хорошую атмосферу в коллективе Не чужой человек для Ромы Он пока просто немножко команду уравновесит И доведет ее до конца сезона Я это назначение вижу таким образом И мне кажется, что у Ромы, наверное, самое адекватное с начала сезона из их действий Ну, то есть, если бы в следующем Броньере пригласили Убрали бы Де Роси еще до сезона Позвали Броньере, чтобы сделать такой переход на сезон Ну, учитывая, что ошибок они уже наделали достаточно Причем одна была очень глупая Ну, допустим, что оставить Де Роси нормально Уволить его просто под надуманным абсолютно предлогом Это была глупость нанять догматика тренера, которого я нежно люблю Но которому очень сложно в таких условиях работать Это тоже была, в общем, глупость И сейчас взять Раньери, человека, который любит Рому Он готов выйти сорваться с пенсии И прийти ее тренировать Кстати, я не думаю, что у них сезон прям совсем слит Я все равно верю в их состав Я, да, верю в то, что у Раньери всегда есть хороший подход игрокам Он находит с ними общий язык Я думаю, что он может действительно гибкую команду построить Они по-прежнему никакие шансы на Еврокубки, на борьбу даже в Лиге Европы не потеряли И я полагаю, что Раньери их все равно в семерку может затащить Просто я ориентируюсь на возможности их состава У них крутой состав По-прежнему крутой состав То есть это главный фейл пока сезона вообще во всех лигах, мне кажется, Рома Потому что они действительно готовились к тому, что они за Лигу чемпионов будут бороться Да, вот, кстати, по поводу главного фейла Есть у нас чем это косвенно подтвердить Можем вывести табличку Это табличка с зарплатными ведомостями и местами команды из Capology Ну, Capology это не супер авторитетный неофициальный источник Но примерную картину он создает И вот Рома на 12 месте в реальной таблице находится По зарплатным ведомостям мы на 4 месте Но в серии А это самое такое очевидное и большое расхождение Между амбициями и результатом Но если брать в Европе Как думаешь, Рома сейчас главные лузеры вообще из всех? Ну, я не могу сказать, что я вот за Францией сейчас пристально слежу Ну, пожалуй, да А кто еще так повалился? United, ты имеешь в виду? Не знаю, это как будто уже привычно А Рома пока непривычно Вот такой завалированный комплимент Еще у Клаудио Раниери много спрашивают про Паула Дебаула Там вот с самого начала еще, с самого первого тренера с эпохи Дероси Тянется эта тема по поводу того, нужно ли выпускать Паула Дебаула в состоянии Нужно выпускать и там не столько спортивный вопрос обсуждается, но его контракт Вот тоже можем вывести цитату Раниери четко ответил, что этот вопрос отдельно проговорил с президентом И что хотел бы, чтобы Дебала играл в каждом матче у него Без замен Да, без замен, но это невозможно будет Он сделал комплимент его здоровью Надежда на его здоровье Ну да, потому что и у Юрича он не всегда выходил У Юрича, кстати, были вообще интересные эксперименты Когда Бальданца играл центрального нападающего То есть они вообще играли без девятки И не, ну я совершенно уверен в том, что приглашение Раниери предполагало Что никаких вот этих течений подводных, их уже не будет Когда какого-то игрока держат на скамейке Не потому что он плохо играет, травмирован Я думаю, с Раниери это невозможно Это очень сложно себе представить, чтобы он согласился Вот заходить вот в систему таких токсичных связей Как ты думаешь, будет выглядеть его, Рома? Потому что, ну, у Юрича более-менее понятно Персональный прессинг, который, на мой взгляд, правильное слово Тут саботировали некоторые футболисты Другого не подобрать И это не работало, это было несовместимо Это лично мне не дало никакой новой информации Про Юрича как тренера Но это, очевидно, с конкретной командой Было категорически несовместимо А у Раниери напрашивается, наверное, просто оборона 4-4-2 И свобода игрокам в атаке? Ну, условно, довбик Дебала как два нападающих Или Дебала на правом фланге, я не знаю Ну, скорее, хотя, вот в Калере Ну, последняя работа Раниери, кстати, вполне удачная Он ведь вообще строил достаточно Ну, такой гибкий, гибкую Я не расскажу систему Команду, которая и попрессинговать могла И отойти глубоко, играть на контратаках То есть по-разному они могли играть Потому что состав, конечно, не как у Ромы был Ну, наверное, с каких-то начнет базовых настроек Но у Ромы при этом перебор, мне кажется, все равно защитников центральных То есть они как бы напрашиваются на то, чтобы сыграть Играть все равно тройкой Но он скорее вернется к тому, что было при Дероссе Но, может быть, это будет более консервативно Продолжение следует... Продолжение следует...